Приняли к сведению, в Нидерландах отреагировали на заявление Минобороны России, в котором Москва перекладывает на Украину ответственность за сбитый в 2014-м Боинг. В ГАГе подчеркнули, что доверяют вывода Международной следственной группы о виновности России. Елена Абрамович продолжит. В Нидерландах новую версию от Российского Министерства обороны восприняли не менее критично, чем Россия о выводе Международной следственной группы. В правительстве заявили, приняли во внимание информацию, предоставленную Москвой, и готовы ее изучить, как только получат от России все данные. Впрочем, напомнили, ранее такое сотрудничество результатов не принесло. Мол, Федерацию просили еще в 2014-м предоставить все возможные данные и содействовать следствию, но до сих пор не получили ответы на ряд вопросов. Да и версии Москвы вызывают много вопросов. Международная следственная группа установила, что информация Министерства обороны России, представленная общественностью и следственной группе ранее, на самом деле была не точной по нескольким вопросам. К примеру, заявление о наличии истребителя вблизи MH17 на радарных изображениях, обнародованных на пресс-конференции в июле 2014 года. По последней версии Минобороны Москвы сбитый Боинг – дело рук украинских военных. В качестве доказательства продемонстрировали аудиозапись разговора якобы украинского полковника. Министерство иностранных дел Украины в ответ заявили, это продолжение привычной для России тактики создания дымовой завесы и информационных манипуляций. И скоро обвинения против тех, кто на самом деле несет ответственность за сбитый малазийский Боинг, предъявят в суде. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.